Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Климова, и я говорю только на медленном русском языке. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк, подписывайтесь. А также, если сейчас у вас карантин, самоизоляция, и вы не можете выходить из дома, также ставьте лайк. Мы не одни, мы вместе. И сегодня я хочу вам объяснить одно русское слово, не только длинное, сложное, но также очень-очень полезное. Это слово, которое мы слышим очень часто, слышим и читаем. Например, в новостях, в газетах и так далее. Это слово сельскохозяйственный. Повторите, сельскохозяйственный. Итак, сельское хозяйство, это значит агрикультура. Сельский значит в деревне, не в городе, а в деревне. Сельский, сельский. Например, сельская школа, это школа в деревне. И хозяйство, это когда мы что-то делаем, занимаемся чем-то. И сельское хозяйство, это когда мы что-то делаем в деревне. Но это значит овощи, фрукты, животные. Когда мы делаем, выращиваем. Выращиваем, значит, мы делаем так, чтобы это было в земле или на земле. Сельское хозяйство, это может быть, когда мы получаем мясо, фрукты, овощи, рыбу тоже. Это сельское хозяйство. И сельскохозяйственный значит характеристика сельского хозяйства. Например, мы можем сказать, в России, на юге России, очень хорошо развито. Развито значит, как есть прогресс, это хорошо работает. Очень хорошо развито сельское хозяйство. Или мы можем сказать, Краснодарский край, это сельскохозяйственный регион. И когда вы говорите о вашем регионе, о вашей стране, вы можете сказать, да, мой регион, здесь очень активно развито сельское хозяйство. Или у нас очень... у нас сельскохозяйственная страна. Это значит, что сельское хозяйство, агрикультура, это номер один у вас в стране. Да, если вы говорите агрикультура, русскоязычный человек понимает, но это не совсем по-русски. Сельское хозяйство – это лучше. И иногда мы можем видеть аббревиатуру СХ, СХ – сельское хозяйство. Например, вы можете увидеть экспорт СХ, СХ – техники. То есть экспорт сельскохозяйственной техники. Также, когда мы говорим о технологии, мы можем сказать, Эта технология используется в сельском хозяйстве. Например. Повторите, пожалуйста, это слово много раз. Это очень полезно. Сельское хозяйство, сельскохозяйственный. И да, это очень полезно для вас, чтобы понимать, и также читать, и говорить, и для работы тоже, и понимать новости. Очень полезное, актуальное слово. Пишите пример, пожалуйста. Лайкайте, пишите пример в комментариях с этим словом. Очень длинное. Сельскохозяйственный. Напишите, какое сельское хозяйство развито у вас в регионе. Это овощи, это мясо. Мясо – это ещё другой термин. Мы посмотрим. Да, и, пожалуйста, посмотрите у меня на сайте подкасты. Я сейчас делаю новые версии бесплатных подкастов первых, потому что там не всегда хороший звук. Я сейчас делаю новые версии. А также мои книги, PDF-книги, упражнения на перевод, транскрипции. И, конечно, мой клуб «Русская дача». И да, я думаю, что я делала там подкасты про темы сельского хозяйства. До скорого, дорогие друзья! Будьте здоровы! Пока-пока!